идёт из школы. Но когда вы начинаете, вы понимаете, что вы не нуль, и всё у вас идёт хорошо. Потому что большинство, большинство учеников на моём курсе, это новички. Это новички, которые только-только начали вот с этим большим страхом, и они его преодолевают уже к десятому дню, то есть уже его не остаётся, в принципе. Уже настрой боевой, горы свернуть. Так, 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 так. Да, вот как раз у детей этого страха нет, читаю в комментарии. Это отлично. Да, это страх у родителей в основном. Когда курс «Бегиннер» выпускался ещё в первой версии, ведь он же давно очень работает и шагает по планете, в 2012 году вышел курс «Бегиннер», и тогда в нём не было видеообразцов со мной. То есть были ролики, были тексты, были аудио. Но образцов, как я веду устные уроки, помогая вам, не было. Когда они появились, конечно, это была своего рода революция, потому что смогли обучать языку теперь все. Если раньше всё-таки мамы с невысоким уровнем могли дойти до какого-то момента, до середины курса в среднем, и потом им уже становилось тяжело, то сейчас такого рубежа просто нет. Этой границы нет, потому что благодаря видеообразцам уже все могут продвигаться вперёд. Так, я просматриваю вопросы. Так, старше было очень интересно, дошли до восьмого блока, затем протест, появился протест. Отстали, ввожу аккуратно, но всё равно не хочет заниматься, не знаю, как завлечь. Да, вы знаете, несмотря ни на что, несмотря ни на какой протест, нужно продолжать. Здесь есть такая опасность решить, дать ребёнку время передохнуть, перерасти и начать позже. После таких перерывов, когда мы даём ребёнку этот протест как-то самостоятельно перерасти, начинать труднее. Дети протестуют, потому что уже что-то забывается, и уже их сложнее вовлечь. Я вам советую пока очень сильно не приставать к ребёнку, не усаживать за занятия. Больше сместите акцент на себя. То есть сама где-то попойте песенку, для себя что-то проведите, какой-то урок. Мы часто это делаем, очень хорошо помогает. Также я смотрю, старший, да, было интересно. Значит, у вас есть младший ребёнок, и он будет вашим помощником. Проводите урок для младшего. И старшую не приглашайте даже. Пусть она занимается своими делами, чтобы она поняла, что на её свободу никто не покушается, что она может заниматься своими делами, а вы занимаетесь с малышом. И это значит, что она всё время будет к вам прислушиваться, и у неё уйдёт негатив, и она в конце концов обязательно к вам присоединится. В курсе «Бегиннер» нужно повторять материал несколько дней. Да, в курсе «Бегиннер» заложено время на повторение. Повторение очень важно. И я вам очень советую не пропускать эти дни. Они даны не просто так. Всё, вы знаете, уже ведь работает много лет. Меняется внешнее наполнение, внешнее содержание, внешнее оформление. То есть появляются новые иллюстрации, новые карточки, появились видеообразцы. Но костяк курса, его ядро не меняется. И он очень хорошо себя зарекомендовал. И всё проверено, и отработано. Поэтому все дни, которые заложены на повторение, их нужно проводить. Нужно повторять то, что заложено. Тот момент, когда жалеешь, что у меня нет, не было такого педагога. Как замечательно, что по вашей системе могут заниматься тысячи детей и взрослых. Да, спасибо. Я вас обожаю, но курс не взяла, сомневаюсь. Сейчас ушёл преподаватель. У ребёнка шесть лет. Что делать, не знаю. Что же делать? Что же делать? Обе дочки слушают внимательно. Проходим третий блок. Новые уроки. Ребёнок смотрит с интересом, как только повтор отвлекается и убегает по своим делам. Если у вас ребёнок не хочет смотреть и делать то же самое, то тогда вам нужно взять немножко другой ритм повторения. Это как с книгами. Предположим, ребёнок не хочет читать каждый день одну и ту же книгу. Тогда вы берёте четыре книги и позволяете ему выбирать каждый раз одну книгу из четырёх. То есть у него есть выбор. Но эти четыре книги у вас на полке стоят неделю. И, соответственно, каждая книга обязательно дождётся своей очереди и получит нужное количество повторений. То же самое можем делать и с роликами, и с устными уроками. Так, ну и возвращаясь к вопросу, что же делать, отвечу той маме, у которой ушёл педагог от ребёнка. Попробуйте заниматься по пробному блоку. Я, конечно, немножко асферонизировала, понятно, что делать. Я считаю, что всем нужно это делать. Но посмотрите, разумеется, посмотрите, как у вас пойдёт дело. Я думаю, оно хорошо должно пойти, потому что раньше первый блок, опять же, какие у нас новые деньги появились. Раньше первый блок все пробовали самостоятельно. То есть это было вашей личной ответственностью, как прошли, так прошли. Сейчас все, первый блок проходит под моим пристальным взором. Я всех вижу на платформе. Если кто-то начинает быстро листать уроки, я вижу, что не повторяют, не оставляют временное повторение. Я притормаживаю, пишу, не торопитесь, пройдите ещё раз. Постоянно идёт обратная связь. И все вопросы, которые у вас будут возникать по ходу, вы решите, вы для себя поймёте, как идёт, насколько вам всё это понятно и близко. Это супер! Я была в шоке, как дети сами стали составлять предложения, которые не были озвучены даже. Да, в том-то и дело, предложения не были озвучены, дети составляют их сами, имея вот такой конструктор в голове. Они уже понимают, как слова стыкуются друг с другом. И, соответственно, это осмысленная, самостоятельная речь. Какое оптимальное время занятий для трёх лет? Минут? Начинаем с самого небольшого количества. Много нельзя. Мы вначале об этом поговорили. Мы берём небольшой урок, это примерно шесть предложений, и постепенно, постепенно увеличиваем объём. В принципе, вам можно не беспокоиться о том, как увеличивать объём, как повторять, потому что это всё заложено уже в самом бигидре, ну и, в принципе, везде. Так, вопрос про повторение за роликами. Детям стоит ли повторять? Повторять за роликами. Если вы, знаете, вы говорите, повторяйте, повторяйте, не надо. Так говорить не нужно. Не нужно настраивать ребёнка на зубрёшку, на повторение. Потому что, когда они повторяют, у них немножко смещается фокус. Они больше сконцентрированы на повторе, а не на понимании. Но есть дети, которые хотят повторять. То есть, они сами хотят повторять. Разумеется, мы не будем им затыкать рот, говорить, заволчи, слушай, слушай. Пусть повторяют. Они, скорее всего, повторять начнут не с первого урока. Однозначно, не с первого. Первый раз, первый просмотр ролика они проведут в тишине. Они будут его смотреть. Потом, начиная уже с какого-то, допустим, раза, энного, они начнут повторять. Если это их собственное личное желание, то мы разрешаем повторять. Если это ваше желание, то нет, мы его придерживаем. Если сама не знаешь язык и учишься вместе с ребенком, как быть? Ну, в принципе, я вот уже ответила на этот вопрос. Возможно, позже присоединились, тогда потом начало пересмотрите. Так, возраст у нас какой? Вопрос по возрасту 4 месяца. Сколько времени в день надо уделить? Вот вы знаете, если мы занимаемся с новорожденными, с детьми до 6 месяцев, стартуем, это уже совсем другая история в плане режима дня. То есть, если мы с годика начинаем по чуть-чуть, очень мягко погружаем, это очень важно, в годик уже только мягко, прямо вот 4 предложения, и все. И прям держим себя, сдерживаем. Уже у ребенка сложилась система родного языка, пусть он пока не говорит, но новый язык только мягко, вот прям, знаете, по пипеточке, пока по капельке с пипеточки, если мы говорим о годовалах. А если до 6 месяцев, то они могут получать языка много. Потому что неважно, на каком языке говорит мама, главное, чтобы она много общалась. Поэтому в 4 месяца мы делим свой день на 2 части, 70% на 30. И вы сами выбираете, какая часть у вас будет главной, лидирующей, то есть, какой язык у вас будет основным. Вы можете сделать свой выбор в любую сторону. И это вам подскажет ваша душа, ваше сердце, как вы хотите с ребенком разговаривать. Большую часть, 70% на английском, либо на русском. И вы говорите, говорите много, практически непрерывно. И таким образом ребенок у вас получает, самое главное, общение. А язык уже становится бонусом, приятным попутным бонусом. Потому что, если, допустим, мы рассматриваем мою систему Newborn, есть у меня тоже для новорожденных не только курс Beginner, который с годика и до 49, 50 и так далее лет. Есть еще курс для новорожденных с нуля, прямо с нуля, с нуля. И можно пользоваться практически до года. Мы ребенка развиваем физически, эмоционально, интеллектуально. Задействуем все органы чувств, развиваем нейронные связи. То есть основной акцент у нас на гармоничное физическое, интеллектуальное, эмоциональное развитие. А язык идет бонусом, это просто средство общения. Но это тоже не так сложно, как может показаться. Потому что все ситуации расписаны на две недели. Две недели – это критический период, в который ребенок выходит на новый этап развития. То есть, допустим, как только родился, он еще чего-то не умел, а в две недели уже умеет. В месяц это уже совсем другой ребенок. И вот так, с периодичностью в две недели ребенок выходит на новый этап. И каждые две недели в соответствии с уровнем ребенка, не с уровнем, а с уровнем его физического развития и эмоционального, расписаны вот эти уроки. То есть, что актуально? Вот на седьмой день рождения, как только вы пришли из роддома, что актуально в самый первый день рождения? Какие могут быть занятия? Вот в принципе, вот даже вот трудно, да, на первый взгляд предположить. Есть такие занятия. Мы ребенка гладим по головке. И это не такое простое движение, как кажется. Когда ребенок ощущает эти прикосновения на своей головке, на ладошках, на пяточках, на пальчиках, он развивает свои нейронные окончания, нервные окончания, укрепляет нейронные связи. И таким образом мы его уже даже в самый первый день рождения можем развивать. И эти движения сопровождаются английской речью, простой, которая вам будет легко и понятно усвоить. Предположим, гладим и поем. Baby head, baby head, little head, little head, baby baby head, little head, little head. Потом также про пальчики поем. Мы их растираем, ладошку гладим. Потом в 10 дней мы показываем ребенку контрастные черно-белые картинки. Тоже можно сказать, зачем, зачем, а вот зачем. Цвета ребенок еще не может уловить. А вот контрастные яркие изображения, которые имеют четкие границы, он видит. Он их хорошо различает. А что это значит? Ребенок начинает фокусировать свой взгляд. А это что значит? Это значит работа мозга активная, продуктивная. И, соответственно, он каждый раз чуть-чуть идет на опережение. И вот так от нуля до шести, подхватывая каждый этап в нужном направлении, составлен курс Newborn. И все две недели вы проходите один и тот же материал. Вы проговариваете одни и те же ситуации, проводите одни и те же уроки. Все две недели каждый день. И таким образом несложно готовиться, потому что материал повторяется. И так вы разговариваете с ребенком. А поскольку режим у малыша один и тот же, вы прошли 14-12 уроков, предположим, с утра до обеда, проговорили их, потом снова начинаете с первого и снова их проговариваете. Потому что ситуации все те же самые. Мы также ребенка кормим, также купаем, также у нас плачет, мы также его гладим. И таким образом вы можете пользоваться теми же самыми уроками. Вот, предположим, в три года мы не можем сказать, что каждый день будет ровно такой же, как предыдущий. А в две недели это практически так. Так, вот еще. Возвращаясь к платформе, что бы я хотела сказать. Первый блок курса Beginner мы проходим на платформе. Но это только первый пробный блок находится там. Полный курс уже скачивается как приложение на планшет, на телефон, на обе системы, и Apple, и Android. Либо устанавливается программа на ноутбук. То есть можно и ноутбук, и планшет. Но это уже не та платформа, на которой вы проходили пробный блок. На сайте это везде написано. Но просто нужно обратить внимание, если вы, предположим, ожидаете, что, опять же, так, на каждый, каждый, каждый урок я буду задавать вам вопрос или уточнять, как он у вас прошел, то на полном курсе это будет не в том формате. Если у вас появляется вопрос, вы пишите мне уже на e-mail, и я на него отвечаю. Согласна, пишет Юлия. Я сама препод, преподаватель английского в языковой школе, но курс Марии купила для дочки 11 месяцев. Благодарю, благодарю за признание. Так, дочка в полтора года хорошо занималась, потом был перерыв, и в два года категорически отказывается заниматься. Подскажите, как быть? Да, когда длительный перерыв происходит, случается, то потом трудно ребенка возвращать. Я как раз об этом говорила. Но вообще два года – это еще очень хороший возраст. Это не три с его кризисом, когда ребенка прям очень трудно перевернуть, можно сказать, его взгляд в другом направлении. Трудно. Два года – это хороший возраст. Хороший. Однозначно. Поэтому долго ваш протест не продлится. Вы увлекаете. Чем можно увлекать? Можно показывать видео «Английский с Николетой» на канале Николеты на YouTube. Канал называется «Английский с Николетой». Отмотайте в начало. Там как раз идут первые простые видео с подъемным краном, с домиком-сорсером. Все дети очень их любят. Пусть она смотрит их. Соответственно, уже будет интерес, уже будет мотивация. Дети любят наблюдать с другими детьми, и будет понимание. Показывайте ролики. Свою устную речь пока не подключайте, пока идет протест. Примерно где-то неделю вот так посмотрите видео, и потом подключите вашу речь уже по тем же знакомым урокам. И вы увидите, протест уже не будет. Потому что за неделю интересы, мотивации они протест уберут. Так, я сейчас пишу сайт, на котором можно как раз присоединиться к нашей платформе бесплатно, пройти первый пробный блог под моим контролем. MyEnglishBaby.ru DemoHtml Так, хорошо. Я сейчас закреплю этот комментарий, чтобы он у нас не убегал. MyEnglishBaby.ru Demo Так, хорошо. Подходит ли ваш курс для детей, не имеющей базы? Конечно. Конечно. Он очень для них подходит, потому что все ситуации у нас по бусинам разбираются в курсе. По бусинам. Это значит, что ребенок начинает с самого начала. Он имеет полное понимание с первого урока, и постепенно от урока к уроку он накапливает как раз базу. Он составляет языковую карту, благодаря которой он имеет и понимание, и самостоятельную речь. Если же ребенок у вас имеет какую-то базу, предположим, уже учится в третьем классе, на какие-то вопросы может ответить, что-то знает, какие-то уже темы охвачены в плане лексики, то я тоже советую начинать также с первого блока. Не перепрыгивать его ни в коем случае, начинать с самого начала, потому что все равно какие-то пробелы однозначно есть у любого ребенка. И эти пробелы будут заполняться. Благодаря этим бусинкам все эти белые пятна будут заполнены, и ребенок у вас выйдет на полноценную речь. Так, насчет загрузки видео в приложении курса Beginner. Вы знаете, там есть кнопочка, вот вы пишете, что медленно загружается, там есть кнопочка загрузить все. Я вот сейчас точно вам на пальцах не объясню, где эта кнопка, но напишите, пожалуйста, техподдержку, и вам ответит. Если вы открываете новый блог, предположим, который вы еще не смотрели ни разу, нажимаете на видео новое, да, оно подгружается и занимает время, но можно одной кнопкой сразу все загрузить, спросить в техподдержке. Прошли первый блог, начали Рождество, спецблог Рождество, не рано ли? Но вообще я рекомендую спецблог Рождество подключать после второго. Если вы будете брать самые такие базовые простые вещи, предположим, какие там есть ролики простые? Бобл, it's a bubble, a red, a red bubble, one more bubble, one more bubble, one, two, three, three bubbles. Вот есть такие ролики, вы можете, по крайней мере, сама их посмотреть, дальше потом идет, в этом ролике, take, take the bubble and hang it on the Christmas tree. Возьми и повесь на елочку, вот тут уже немножко может быть сложно, но вы можете, вы можете обязательно сама частично эти ролики прямо так же на шариках все показывать, a bubble, it's a bubble, one, two, three, three bubbles, то есть пользоваться вы все равно и можете. Сейчас вы пройдете его в каком-то таком упрощенном, сокращенном виде, возможно, половины роликов будете смотреть, а через год вы снова к нему вернетесь, и уже в полном объеме, то есть это такой материал долгоиграющий. Так, спасибо за ваш курс. Сыну 7 лет, мы на восьмом блоке, и сейчас, когда я задаю вопросы, где слова ему незнакомы, он не теряется, ориентируется по ситуации, улавливает смысл и пытается ответить. Это здорово. Да, на самом деле это здорово. Я очень, очень рада таким успехам. Это просто удивительно. Если дочка в школе зубрила слова и потом все забывала, а по курсу «Бегина» она все помнит, хотя мы ничего не зубрим. Ну да, что и требовалось доказать, конечно. Потому что совсем другой подход. Тот подход, который по-другому работает. Это не зубрежка. Это более глубокий уровень. Так, ну, я смотрю. Практически на все вопросы ответила. Так, вижу вопрос по клубам. Каким образом происходит сотрудничество? Или они просто используют вашу методику? Нет, разумеется. Просто так мою методику они не используют, потому что она защищена авторскими правами. И это уже юридическая такая оплошность была бы с их стороны, с тех клубов, которые ее используют. У нас договор франшизы с ними. Как долго в доступе курс «Бегиннер» после покупки? На всю жизнь доступ не ограничивается. Есть ограничения по использованию устройств. То есть разрешено один ноутбук разрешен и одно мобильное устройство. То есть либо планшет, либо телефон. Одно мобильное устройство, один гаджет. Такое ограничение есть. Но по времени курс «Бегиннер» не истекает. Стоит ли начать заниматься английским, если сын в два года говорит только несколько русских слов? Конечно, конечно стоит, однозначно. Потому что есть еще такой положительный бонус в курсе «Бегиннер», что дети в принципе улучшают свои разговорные навыки и в родной речи, и в английской. Потому что он еще составлен очень грамотно с точки зрения логопедии. Вот так логопеды занимаются с детьми, которые не говорят. Вот я еще один секрет вам открою. Вот именно так строят свою речь, так сопровождают ее жестами, мимикой, звукоподражание используют. И дети начинают говорить. Наблюдается скачок и в родной речи, и в английской. Поэтому я очень рекомендую начинать и не затягивать. Так, если телефон сломался, курс был открыт со сломанного телефона, то есть уже технический вопрос, в принципе это не проблема. Вам просто нужно писать в техподдержку, и ваш вопрос решат. Если перерыв в курсе, то стоит начинать сначала или продолжать дальше. Это зависит от того, какой был перерыв и где вы остановились на каком моменте. То есть если перерыв был очень длинный, то я советую быстро повторить пройденное, то есть в ускоренном сжатом темпе, и переходить на новое. Так, ну ладно. Я думаю, на этом мы остановимся. В любом случае у нас уже остается 4 минуты. Я очень рада была с вами встретиться. Спасибо, что пришли. Надеюсь, было полезно. Осветила многие вопросы. Да, вопросов больше я не вижу. Так, опять вижу технический вопрос. Если планшет сломается, я куплю другой, это же другое устройство. Можно все равно подключить. Да, вам только нужно опять же согласовать с техподдержкой, чтобы все грамотно провести, чтобы у вас не блокировка произошла в вашего аккаунта, а именно переключение. Техподдержка есть. Ее е-мейл указан на сайте itmybushbaby.ru То есть по техническим вопросам, да, все туда. Даже самой порой бывает очень интересно смотреть курсы, так увлекает и затягивает. Итоги розыгрыша по книгам. Я забыла. Закружилась. Да, обязательно разыграю. Для взрослых есть курсы? Вы знаете, индивидуально для взрослых, вот прям для взрослых, нет. Таких курсов нет. Ну, лично мне, например, это и не нужно, потому что все наши ученики, все родители наших детей, они все обучаются вместе с детьми, и они точно так же наравне с ними существенно поднимают свой уровень языка. То есть если вас такой формат устраивает, может быть, есть племянник, внук, внучка, дочка, брат, сестра, младший, то вы можете попробовать. Конечно, подход другой. Не скажи-повтори, не зазубри-запомни. Посмотрите опять же на пробном блоге, как там все развивается. Вот, сайт я закрепила для того, чтобы попробовать пробный блог и присоединиться к платформе. Ну, наверное, на этом все. До свидания. Спокойной ночи. Мы еще продолжим украшения. Нам еще комод украшать. Завтра буду показывать, наверное. Спокойной ночи. До свидания.